Всем привет, добро пожаловать снова на мой канал. Я снова вернулся и как всегда рад вас всех приветствовать. Я не знаю как вы, но я по вам скучал, надеюсь и вы тоже. Я на радостях сел записывать ролик, что аж микрофон чуть не заглотнул. Выходной у меня прошел замечательно, погода была прекрасная, я его провел продуктивно, поездил, погулял, посмотрел много всего интересного. В общем день прошел замечательно. Правда знаете, это немножко странно будет звучать, ну и вы же знаете, что я во всем плохом нахожу что-то хорошее. Я себя теперь чувствую золушкой, потому что у нас же комендантский час и я должен к 11 часам вечера вернуться обязательно домой. Если вдруг, то я как золушка превращусь в тыкву, а точнее я получу по этой тыкве, если меня кто-то встретит и увидит на улице. Поэтому тут конечно знаете, я вспоминаю свои юные годы, я даже домой так не всегда бежал, как сейчас, но такие времена. А еще я тут на выходных забрел в очень интересное место, меня привели. Представляете, я попал в ночное заведение, ну как ночное, оно дневное заведение. В общем, когда-то там был ночной клуб, я так понял, и сейчас они снова работают, только работают они с 12 часов дня до 9 часов вечера. То есть такой себе утренник, но это не помешало людям прийти туда повеселиться. Вы знаете, я зашел, а там вот как будто как раньше. Музыка, все веселятся, танцуют, диджей музыку крутит. Это так прикольно было, знаете, как будто другое ощущение. Я не могу просто передать этих эмоций. Правда там много было накурено, и сами понимаете, не сигарет. Я, значит, стоял там в очередь в туалет, стою, стою, открывается дверь, а там просто туман, такой штырь выходит на меня. Я так нанюхался, там еще очень жарко было. В общем, я так буквально на 5 минут зашел, посмотрел, как это все происходит. Стало немного как-то тепло и приятно на душе, ну и, конечно, я ушел. Но теперь я знаю, что клубы, ну не некоторые вот конкретно это заведение, работает с 12 часов дня до 9 часов вечера. Как вам ночной клуб в такое время? Ну что, какие времена такие клубы? А еще мне тут, значит, на днях я поставил стирку. Пришел поздно вечером, думаю, сейчас я поменяю белье. Все время собирался, собирался, и не доходили руки. Я тут думаю, вот сейчас, наверное, я все-таки возьму это и сделаю. Ну и снял белье, сразу бросил стирку. А я еще не знаю, эту машинку стиральную, я не сильно с ней знаком. Мне вообще с машинками стиральными везет, в кавычках всегда. Ну и я, в общем, выбираю режим. У меня белая бавовна. Я, собственно, выбираю этот режим. Включаю машинку, думаю, ну и сейчас она быстренько постирает, и все. И сижу, я уже третий час пошел, она стирает и стирает, стирает и стирает. Я думаю, боже, когда она уже закончится. Там дело в том, что когда выбираешь режим, там не видно, сколько это по времени вообще займет. Я уже там бегал на ней, и ритуал, и молился, господи, пожалуйста, ну перестань уже. Я в итоге уже думаю, все, сейчас еще раз. Она все, знаете, набирает воду, полоскает, набирает, полоскает. Думаю, боже, да когда она закончится. В общем, она где-то часа три, наверное, стирала. Я думала, сейчас с ума сойду. Теперь я буду знать, что этот режим никогда я больше выбирать не буду. Лучше вот это, знаете, по-быстренькому, на часик максимум, и хватит. Ужас. Не знаю, как у вас, но это вечная проблема у меня со стирками. Я как не постираю все, я тут недавно еще тоже стирал, как обычно. Взял черное с белым, бросил на такую, знаете, быструю стирку. На 20 минут простирнуть просто. На минимум температуру на 20. Думаю, ну ничего не будет, просто постирать. Угу, все стало серым. Ну вот такое, я понимаю. Сколько раз уже себе говорил, Женя, никогда не стирай черное с белым. И всегда это делаю. Каждый раз себе говорю, не делай. И все равно я это делаю. И в итоге у меня вещи становятся из белого в серый цвет превращаются. Пойду за белизной, буду отбеливать по старинке. А еще ко мне приезжала моя очень хорошая приятельница, которую я давно не видел. Она тоже вернулась в Киев. Я говорю, приезжай ко мне. У меня тут очень симпатичненько. Еще, кстати, есть кафе. Кстати, у меня здесь есть кафе. И не одно, как оказалось. Но я никогда в них не заходил, потому что мне казалось, что здесь, наверное, очень дорого. И поэтому думаю, зачем я буду испытывать судьбу. Ну а тут как-то раз я думаю, нет, зайду все-таки просто посмотрю меню и узнаю, что там почем. Я был приятно удивлен, что оказывается там достаточно приятные цены. Думаю, вот же я идиот, который ходил вечно куда-то, искал где бы. А тут под носом было свое все. И с нормальными ценами. Ну и в общем, я говорю, приезжай ко мне, мы посидим. Посидели, покушали. А потом получается, что я побежал в туалет, а мы сидели на улице. А я зашел вовнутрь. Я пошел в туалет и попросил девушку принести счет. И пока я был в туалете, я возвращаюсь обратно. Девушка мне говорит, а вы будете платить картой или наличными? Я говорю, картой. Если вам не сложно, то можете вы прямо здесь сейчас заплатить. Я говорю, да, ради бога. Я был с телефоном, заплатил, выхожу. Говорю, все, я расплатился. И она такая на меня смотрит, как расплатился? Я говорю, ну я возвращался с туалета. Меня остановили и попросили, как она имела право тебя остановить? Боже, началась какая-то истерика. Говорю, да что ты заводишься, господи? Ну человек меня просто спросил. А что, мне сложно? Я вам передать словами не могу. Что началось? Истерика. Я сейчас пойду разберусь. Я их сейчас поставлю на место. Это что такое? Говорю, алё, покуха, куда тебя несет? Говорю, я просто заплатил. Какая разница? Вообще никаких проблем нет. А ее не отпускают. Я сейчас напишу отзыв. Я сейчас делаю то. Я сейчас устроим скандал. Говорю, так давай, дорогуша, поедешь к себе на район. И будешь устраивать там скандалы. Говорю, меня все устраивает. Хорошая цена, приятные официанты. И очень вкусно было. Не надо мне тут портить репутацию. Я только заехал. Мне надо, чтобы я опять отсюда выезжал. Или у меня в черный список. Внесли или не дай бог. Потом мне плевали в еду, если я вдруг приду туда снова покушать. Мы, короче, ушли прогуляться. А ее не отпускают. Ее колбасит и колбасит. Вроде, знаете, уже как час гуляем. Уже разговариваем о том, о сем. Опять она давай. Думаю, боже, да чего тебя колбасит? Я не могу понять. Да успокойся ты. Она прям не может остановиться. Я вообще вот реально не понимаю, почему на ровном месте человек взорвался. Ее так это беспокоит. Желание пойти кого-то поставить на место. Господи, говорю, что за снобизм? Откуда это все? Говорю, попроще, люди. Давайте попроще. Не те времена, чтобы тут ходить ругаться со всеми. Ну и, кстати, мой челлендж. Под названием «Я приучаю всех своих соседей здороваться» продолжается. Я сегодня выхожу из квартиры. Останавливается лифт. А там стоит аж три человека. Думаю, ого, это значит, наверху прибавилось людей. Кстати, я заметил, что в доме стало больше людей. Стоит парень с девушкой и еще один парень. Я захожу такой «Добрый день, как ваши дела?» И парень с девушкой такие перепуганы на меня «Добрый день» и молчат. А этот парень, который стоял еще один, он бедный, вот к этой стене прижался подальше от меня. Я уже прямо хотел сказать, вот знаете, так по плечу постукать. «Да спокойно, дружочек, я тебя не съем, все нормально». Но, видимо, люди не привыкли, что я такой громкий, шумный. «Добрый день, как ваши дела? Всем прекрасного утра». Пока меня еще шарахается. Но я не сдаюсь. Я все равно добьюсь своего. Я их научу всех здороваться, улыбаться и быть приветливыми. Это буду не я, если я этого не добьюсь. Я работаю над этим. Все в процессе. Пока меня боятся. А когда мы, кстати, вышли из подъезда, этот парень нервно достал сигарету и начал курить. Думаю, господи, я просто зашел поздороваться. Почему так переживать и нервничать из-за этого? Я, как обычно, тут наториатурил опять в самом начале. Ну, в общем, все, буду заканчивать сегодняшнее свое вступление. Надеюсь, оно вам понравилось. Также надеюсь, что вы по мне скучали. И вы не забыли посмотреть все предыдущие ролики. Еще хочу всем напомнить, что сейчас можно вот в самый момент сейчас ставить уже лайк. Можно, ставьте лайки. Я очень вам буду за это благодарен. Ну, и, конечно, подписывайтесь, присоединяйтесь к этому прекрасному каналу. Я же знаю, что вы приходите и смотрите. Вам здесь нравится. Ну, и потом в дальнейшем будем комментировать и обсуждать. Ну, и, естественно, VPN включаем. Рекламы смотрим. Конечно, если реклама там по 30-15 минут, не надо себя насиловать. Рекламу смотрите до момента, пока всплывет окно пропустить. И все. И нажимайте, и не нужно себя насиловать. Ну, а если реклама короткая, то на какие-то секунды, минутки, то потерпите, посмотрите, чтобы было две подряд. Ну, и, кстати, еще не забывайте. Там в самом конце, когда заканчивается ролик, обычно еще выскакивают рекламы. Если вы их посмотрите, это будет очень большой плюс также мне. Поэтому не забывайте, так резко не уходите, а посмотрите эти рекламы тоже. И еще я для вас сегодня приготовил небольшой сюрприз. Но для того, чтобы вас смотивировать, я не буду говорить, где этот сюрприз будет. В середине, в начале или на какой минуте. Даже тайм-код не поставлю. Поэтому у вас есть стимул посмотреть ролик от начала до конца, чтобы увидеть приятный от меня сюрприз, который вам, естественно, поднимет настроение, и вы точно улыбнетесь. Там будут небольшие май ляпы, как я сегодня начинал с 28-го раза записывать ролик. Поэтому смотрите от начала до конца, будет интересно. Всем нам с вами мирного неба над головой, терпения, остаемся людьми, приятного просмотра. Ну, а теперь погнали по новостям. Украинская певица Слава Каминская заступилась за Ани Лорак, которая, как вы знаете, молчит и ничего не комментирует. Они не являются подругами, но экс-солистка группы Неангелы, именно оттуда Слава Каминская. У нее есть своя теория о том, почему же Ани Лорак все-таки играет в молчанку. Перед самым началом войны Слава опубликовала общий снимок с Ани Лорак, который уже тогда, как вы знаете, упрекали в излишней привязанности к российскому шоу-бизнесу. Тогда Каминская за нее решила заступиться. Но и сейчас она ее также не осуждает. Она считает, что выражение или не выражение своей позиции остается личным выбором каждого. И артисты также имеют право делать этот выбор. Ну и вот что говорит Слава Каминская. Все боятся, у всех есть дети. Я понимаю, патриотизм это круто, но у тебя есть ребенок. Тебя посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за твоим ребенком? Ну типа, кому это надо? На возражение журналистки, что Ани Лорак могла бы себе спокойно выехать в более безопасное место, при этом она добавила, что с Лорак она связь не поддерживает. Кому-то было удобно, кому-то нет. Это достаток каждого. Мои друзья все повыезжали. С Аней Лорак я не общаюсь. В общем, как вы поняли, она заступила за Лорак и объяснила тем, что у нее есть свой ребенок. И кстати, это в принципе уважительная причина, по которой она может молчать, потому что вы сами знаете, она сейчас находится между двух огней. С одной стороны ее можно понять, с другой стороны, конечно, можно привести миллион аргументов и не понять. Комментируйте, друзья. Ну и кстати, еще хочу сказать, что в Украине есть очень знаменитый певец Олег Винник, которого обожают миллионы женщин украинских. И вот сейчас он тоже как-то почему-то молчит, где он спрятался, никто не знает. И мне вот очень интересно. Бокс этой Лорак, ее уже давным-давно отсюда прогнали. А Винник, Украина, которая его так любила и боготворила, где он? Мне очень интересно, кто-нибудь поделится информацией? Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Павел Прилучный подал в суд на журналистов. Свои моральные страдания он оценил в 1 миллион рублей. Причиной стала драка двухлетней давности в Калининграде. Почему-то спустя только два года Павел решил наказать обидчика и потребовал вставу с 4,5 миллионов за то, что избивший испортил ему лицо. Все-таки, как говорится, сами понимаете, это его рабочий инструмент. Журналисты одного издания написали об этом, намекнув, что Прилучный таким образом хочет поправить свое печальное финансовое положение, мол, у него куча долгов и все грустно в его жизни. Паша очень сильно обиделся и решил подать в суд на этих журналистов, на это издание и требует опровержения и 1 миллион моральных компенсаций. Ну и раз мы уже говорим про Павла Прилучного, также еще хочу, так сказать, в его романтическую историю вникнуть. Зюбер Брютян, которую подозревали в тайном браке с Павлом Прилучным, дала понять, что с актером ее связывают лишь рабочие отношения. Ранее, как вы знаете, в Телеграм-каналах распространилась фотография документов, из которых следовало, что Прилучный Брютян поженились 12 мая. Я об этом рассказывал также. Актеры никак не комментировали этот резонанс, однако всячески подогревали слухи о своем романе, регулярно публикуя в соцсетях совместные фотографии с поездки, как им там хорошо, все у них там мило, романтично, влюбленно. Все подумали, что это свадебное путешествие. Но недавняя публикация «Зипюр» в Инстаграме дала всем понять, что оказывается это все был пиар-ход. Выложила пост вот этот и подписала. Крайний съемочный день закончен. Всем спасибо, Павел Прилучный, замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков. Вот так вот оказывается, что ребята всех красиво разыграли, для того, чтобы просто подогреть интерес к их общему проекту, который вот-вот скоро все смогут увидеть. Так что я так полагаю, что все-таки это была просто пиар-акция. Известный блогер Лена Миро рассказала, как Вера Брежнева отреагировала на поздравления с днем рождения. В своем телеграм-канале Миро порассуждала на тему гендерного восприятия возраста. Она задалась вопросом, почему многие женщины так сильно боятся своих лет, и в большинстве своем предпочитают скрывать это обстоятельство. И вот что она говорит. Вообще так странно, бабы после 35, а порой и после 30, вообще о возрасте не говорят. Днюшка сегодня? Сколько тебе? В ответ на такие вопросы могут и рожу расцарапать, и волосики выдернуть. Сразу для уточнения, это я цитирую Лену Миро. Это не мои слова. То есть скажут, бабы вот это вот налетят на меня. Но тут же она вспомнила недавнешнюю историю с Верой Брежневой. Лена Миро утверждает, что Вере Брежневой не 40 лет, а немного побольше, 44. Брежнева отреагировала эмоционально и очень резко на публичное оглашение этой цифры своего возраста. Помню, как Верунчика Галушку Брежневу с 44-летием поздравила в соцсети. Так она меня прокляла. Кстати, друзья, а что Вере Брежневой 44, я что-то не понял. Как вы думаете, 40 или 44? Лицензионная компания начала запрещать использование образа Элвиса Пресли на свадьбах в часовнях Лас-Фегаса. Компания приобрела права на имя и образ музыканта еще в 2013 году, выкупив у другой компании контрольный пакет акций. Сейчас компания намеревается запретить неправомерное использование имени Пресли, его голоса и других элементов личности в рекламе, товарах и таких услугах, как тематические брачные церемонии. По данным CNN, некоторым часовням в Лас-Вегасе уже были направлены письма с требованием прекратить использовать на свадьбах образ короля рок-н-ролла, поскольку это может расцениваться как нарушение авторских прав. После того, как эта новость всколыхнула общественность, представители компании выпустили официальное заявление, в котором объяснили, что лишь хотят, чтобы подобная деятельность была санкционирована. И вот что они говорят. Мы несем ответственность за сохранение его наследия. В связи с этим мы должны проследить за тем, чтобы все продукты, услуги, рекламные объявления, использующие имя и образ Элвиса, были официально лицензированы. Мы не хотим закрывать часовни, предлагающие услуги с Элвисом в Лас-Вегасе. Мы стремимся к партнерству с каждым из этих малых предприятий. Татьяна Лазарева наконец-то пролила свет на свое семейное положение. Она тут недавно стала героиней на канале «А поговорить» у Ирины Шихман. Честно признаюсь, не смотрел все интервью. Но вот что касается личной жизни, вот этот фрагмент решил вам рассказать. Вот что она говорит. Миша уехал из Москвы тоже и полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний, мы женаты, мы не развелись. Я не знаю, все этого так ждут. Наверное, когда-нибудь мы разведемся. Получилось так, что каждый теперь живет своей отдельной жизнью. У нас же был общий телевизионный проект. Он очень крепко держал нас. Потом его не стало, и каждый стал что-то делать в своем. Сохранение брака – это такая навязанная история. Когда люди долго живут, то должны определяться. Либо они находят возможность уважать друг друга и двигаться в своем ритме, либо расходятся. Люди зреют по-разному, а встречаются на одном этапе. Мы настолько разные. Мишу это тяготит. Мы всегда были вместе, делали одно дело. А когда его не стало, мы просто были в растерянности. Основная растерянность была. А что нас еще держит? В общем, как вы поняли, отношения Татьяны Лазарев и Михаила Шатца, они еще пока узаконены официально, но они живут своей жизнью. А все, что их связывало – это общий проект. Актер Иван Ахлобыстин тут неожиданно вдруг заступился за свою коллегу Оксану Фандеру, которая недавно угодила в грандиозный скандал, вывесив на балконе флаг Украины. И вот что он говорит. Вы все знаете мое отношение к происходящему в Украине. В предательстве не был замечен. Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех. Однако его поклонники не очень-то его поняли и услышали, и просто закидали его гневными сообщениями. Друзья, комментируйте, а мы двигаемся дальше. Анна Нетрепко рассказала о своем отношении к России и всему, что сейчас происходит. И вот ее прямая цитата. Да, я не могу угодить всем. Ну и ладно, я могу с этим жить. И да, я хочу сидеть на этих двух стульях или даже на трех, если потребуется. Однажды люди поймут, что я не предатель своей родины и что я не против Украины. Пытаюсь оставаться человеком. Также она призналась, несмотря на то, что она не поддержала Россию в том, что сейчас происходит в Украине. Публично она это сделала, как вы помните. Она все равно призналась в любви к своей родине. Я люблю свою страну, свою культуру, людей. Я не считаю правильным то, что сейчас там происходит. Но я остаюсь русской. Комментируйте, друзья. Ставшая знаменитой на весь мир мошенница Анна Сорокина, пытается избежать депортации из США. Дочь миллионера, по крайней мере так она себя позиционировала, не хочет возвращаться в Германию. Да из чего бы. В 2019 году суд признал Анну виновной. Приговорил ее к 12 годам тюрьмы с правом пересмотра наказания через 4 года. Прошло около двух лет и Сорокин освободили. За примерное поведение, похоже, девушка смогла тереться в доверие к тюремным властям. А потом снова арестовали. На этот раз за просроченную визу. Теперь же адвокаты Анны пытаются доказать, что она сполна отдала долг обществу и может начать жизнь с чистого листа в США. Возвращаться в Германию она не хочет. Кстати, если кто-то не смотрел историю, точнее сериал документальный про Анну Сорокин, посмотрите обязательно. Это очень интересно. Ну какая-то прям сплошная черная полоса невезения у Шакира. Сначала измены расставания с гражданским мужем Журам Пике, многомиллионные долги по налогам, а теперь еще и проблемы со здоровьем отца. Увидев Шакиру в машине скорой помощи, папарацци тут же решили, что у нее нервный срыв из-за измены Пике. Спустя неделю она написала, что с ней все в порядке, а в больницу она сопровождала своего отца. И вот что она говорит. Эти фотографии были сделаны в прошлые выходные, 28 мая, когда мой папа, к сожалению, сильно упал, и я сопровождала его в машине скорой помощи в больницу, где он сейчас выздоравливает. Пожалуйста, передайте ему свои наилучшие пожелания и, как всегда, спасибо всем за вашу любовь и поддержку. Ну и, кстати, уже официально Журар Пике и Шакира публично выступили с заявлением о том, что все-таки они действительно разошлись, пытаются это сделать по-хорошему. Но, как выяснилось, Журар Пике все-таки ей изменял, изменял не раз, но, как оказалось, он изменял не с юными девушками, а с ровесницей Шакиры. Как видите, изменяют всем, даже таким, как Шакира, Дженнифер Лопес, Бейонсе, ну и так далее. Никто от этого не застрахован. А это Хэлли Бибер для Vogue China. Посмотрите на и новую фотосессию, оцените, как вам образы, как вам фотосессия, давайте пообсуждаем. Тут со мной поделилась девушка, зрительница этого канала, она сама из Украины, но сейчас живет в Германии, значит, она организовала там специальный благотворительный проект под названием «Песни для Украины». Она и была инициатором этого всего мероприятия. В общем, Дарья, каким-то чудом ей удалось собрать огромное количество звезд, не только из Украины, с Европы, из Америки. Конечно, многих вы можете не знать, но, по крайней мере, это очень был хороший поступок с ее стороны для того, чтобы поддержать родную Украину. Ну и, кстати, этот проект лично поддерживал голливудский актер Эрик Роберс и его жена Элиза. Песни в этой принимают участие американские, европейские и украинские артисты. Украину представляют Аида, Алена Амаргалиева, певец Хаят и Слава Каминская. Ну, список невелик, потому что, как оказалось, не все захотели принимать участие, как бы они там громко не кричали, но в благотворительных концертах все-таки не все хотят принимать участие, но мы не будем об этом. Там, в общем, песня уже есть. Спасибо, Дарья, спасибо всем этим людям, которые откликнулись для того, чтобы поддержать Украину. Ну и, естественно, кому интересно, вы все можете зайти, скачать эту песню на всех музыкальных возможных площадках, ну и, конечно же, насладиться самим треком. Компания Apple объявила о повышении цен на свою продукцию по всему миру. По предварительным данным, все модели новых смартфонов подорожают в среднем на 100 долларов. Рост цен также коснется и других продуктов бренда от AirPods до iMac. В общем, куда еще дороже. Я тут недавно узнал цену на MacBook, и мне стало плохо. Я вообще не знаю, откуда такие цены. Пока многие очень сильно переживают о своей фигуре, не будем называть слух имен, да, это я один из них. Ну не то, чтобы я переживал за свою фигуру, просто не хочется быть слишком крупным, поэтому, конечно, мне приходится, из-за того, что я склонен к полноте, я уже сто раз об этом говорил, приходится себя частенько ограничивать. А вот Камила Кабельо, ну и что, ей вообще пофиг, посмотрите, человек отдыхает и не парится. Я вот когда смотрю на таких публичных людей, думаю, ну браво, слушайте, браво, сегодня вообще, мне кажется, можно расслабиться, потому что есть бодипозитив, потому что мы стали мегатолерантными. Все, не надо париться, берите пример с Камилой Кабельо, ей вообще плевать, она просто отдыхает, а вот папарацци, конечно, молодцы. Я не знаю, откуда они взялись, там вот на яхте, на лодке, кто их фоткает. Ну и как всегда, не очень удачные ракурсы, ну, а ей самое главное все равно, поэтому все у нее классно, отдыхает девчонка. Ну, немного вернемся к истории Тельмана Исмаилова и Авраама Руссо. Вы помните, да, что когда-то они вместе сотрудничали, Тельман, он один из богатейших людей России на тот момент был, помогал многим артистам, в том числе и Авраама Руссо продюсировал, а потом что-то у них там произошло, в общем, там жесткий конфликт. Тельман Исмаилов потом эмигрировал, как стало тут недавно известно, Черногория официально не отказывала России в экстрадиции Тельмана Исмаилова. Этот вопрос продолжает обсуждаться, он сейчас, как вы знаете, не в России. Это следует из материалов дела о покушении на певца Авраама Руссо, которые датируются апрелем 22 года. В них сказано, что сейчас ведутся переговоры с компетентными органами Черногории об экстрадиции Исмаилова. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли у них это получится. Ну и на данный момент под стражей в рамках данного дела находятся новые фигуранты Тресняков и Джура. Следствие считает, что исполняя покушение на Руссо, они выполняли поручение Исмаилова. Речь идет о покушении на певца Авраама Руссо, совершенное ночью 19 августа еще 2006 года. Джип Авраама Руссо обстреляли из автоматов. Руссо получил тогда три пулевых ранения и после выздоровления решил переехать в США. Ранее появлялась уже информация, что Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Сейчас он наслаждается в Черногории общением со своим приятелем, турецким авторитетом Вседатом Пикером, у которого на родине проблемы с властями. В общем, как вы понимаете, если где-то у этих богатых людей проблемы с властями, то обязательно в Европе их все пригреют. Тоже такие, знаете, странные стандарты. Но вот Европа, да, она же по факту. Они же всегда по законам живут, да, по правилам. А получается, что они знают, что все эти люди наворовали, что все эти люди бандиты. И тем не менее, они их всех у себя пригревают. А почему? Правильно, потому что денежки большие платят. Вот такие вот странные стандарты у Европы, мне непонятные тоже. Но да бог с ним, комментируйте, мы двигаемся дальше. Виктория Боня встречается с женатым иностранцем. После расставания с отцом своей дочери, Алексом Смерфитом и бизнесменом Пьером Андюраном, она очень редко делилась подробностями личной жизни. Но тут оказалось, что она находится в отношениях. Правда, ее избранник не свободен. И вот что она сама же об этом рассказала. В какой-то момент своей жизни я поставила себе табу, что больше на женатых мужчин я не смотрю. Для меня эти мужчины прозрачны. И вот спустя 10-15 лет я увидела мужчину, в которого влюбилась. Он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Да, я с ним. Он не понимает по-русски. Не понимаю, как бороться с собой. В общем, Боня, по-моему, объелась кактуса. У нее табу, но она с ним. Объясните мне, как это все понять? Тут на выходных произошло самое долгожданное событие по версии Ольги Бузовой. На сцене Крокус Сити Холла прошло шоу Бузовой под названием «Вот она я». Она собрала тысячи фанатов, а сама Ольга ждала это событие, как вы знаете, очень-очень долго. В начале шоу Оля появилась на сцене в окружении мускулистых танцоров и светящихся декораций. Также Бузова танцевала на пилоне и играла на фортепиано. Ради этого она долгое время занималась с педагогом даже. Ну и, кстати, концерт Оли посетили многие знаменитости. Митя Фомин, Анна Калашникова, Виктория Боня и другие. Кто другие, не уточняется. Ну, вот такие вот знаменитости. Ну и также, несмотря на слухи, ее сестра также пришла ее поддержать. Потому что многие утверждали, что Ольга Бузова со своей сестрой якобы в контрах. Но, как видите, пришла. Ну и в конце Оля произнесла трогательную речь и встала на колени перед залом. И вот что она сказала. «Я впервые за долгое время почувствовала себя живой. Только сейчас, только на этой сцене. Все, что я делаю, только ради вас. И хочу сказать вам спасибо». Друзья, признавайтесь, кто был на шоу, вот она я, Ольге Бузовой. Комментируйте. Бритни Спирс все еще не свободна. По крайней мере, об этом заявил ее друг, бывший участник группы NSYNC, Land Bass. Он так и не смог с ней выйти на связь после громкого освобождения от опеки отца. Он считает, что вокруг Спирс собралось слишком много алчных людей, которым просто невыгодно, чтобы она выходила в мир. Да, теперь она сама может ездить за рулем, покупать себе шмотки без разрешения и летать на отдых. Но, например, просто пойти на ужин со старыми друзьями или позвонить кому-то из прошлого нет. Может, ее молодой женик, фитнес-тренер, не хочет отпускать, как говорится, свою добычу крупную на волю, кто знает. По крайней мере, пока свадьба не состоялась. А задерживается она, по слухам, из-за брачного контракта. Сэма с Гарри хочет, напомню, 5 миллионов долларов в случае развода. А Бритни пока сопротивляется. В общем, бедная Бритни, честно, вот казалось бы, была звезда. И все у нее только начинается. Весь мир ее обожает, любит, ей все аплодируют. Плакатами все было увешано, наверное, у каждого дома. Но если не у каждого, то у многих. И вот, пожалуйста, такая вот судьба. Цена, расплата, что это, как это объяснить? Помогите мне разобраться. Лолита снова закрутила роман и рассказала о возможном замужестве. В марте этого года Лолита сообщила, что рассталась с бойфрендом, с которым была вместе несколько лет. Недавно Лолита вернулась к бизнесмену и поделилась подробностями. Возлюбленного артистки зовут Роман. Он на 8 лет ее мало уже, имеет свой бизнес. Мужчина ходит на все концерты Лолиты, а недавно подарил ей дорогой перстень с бриллиантом. Знакомить ухажера с общественностью Лолита пока не торопится. Она признается, что штамп паспорта для нее ничего не значит. И шестой раз выходить замуж она не спешит. Ну и также недавно они обменялись амулетами, что спровоцировало слухи о тайной свадьбе. И вот что говорит Лолита. Надо сначала пожить правду, а потом уже совершать этот поступок. Во время которого ты точно отдаешь отчет, что если готовы закрыть глаза на какие-то твои черты характера, будь добра закрой и на другие. Так что, может быть Лолита скоро выйдет замуж. Ну или просто хайпует. Потому что многие ей не верят. И думают, что она просто на этом хайпует. То есть у нее какой-то мнимый жених, которого она придумала. Ну, к чему я вообще не удивлюсь. Художник Никас Сафронов считает, что семья Аллы Пугачева и Максима Галкина вернется на родину, правда не в полном составе. И вот что он прокомментировал. Это ее личное дело, она сама знает, что делает. Она была, она есть. Максим, ее муж, был ведущим. Но что он создал такое великое? Ну, уехал и уехал. Я думаю, Алла вернется. Ну и кстати, при этом он сам не скрывает, что тоже имеет недвижимость за границей и собирается вскоре выехать за пределы родины. Сейчас оформляю визу в Грецию. Есть там некоторые вопросы по недвижимости. В Турции у меня строится дом на берегу моря. Ну и кстати, он уточнил, что это не эмиграция, а просто отпуск. Такой себе отпуск, где они покупают дома. А почему все покупают дома за границей? Все же хорошо, не понимаю я их. Главной героиней шоу «Секретный миллион» прошедшую субботу стала певица Лада Дэнс. Я расскажу вам такой самый интересный момент. Лада Дэнс, я думаю, наверное, многие вообще не помнят, кто это. Но вот была такая певица и есть. Как она рассказала, она долго не могла оправиться после болезненного расставания с бизнесменом Павлом Свирским. Она пережила истерики, депрессию, апатию. Незаживающие раны и психологические травмы до сих пор мешают ей ответить взаимностью ухажерам. И вот как она комментирует свою прошлую личную семейную жизнь. Был момент, когда все стало рушиться. Он все стал терять деньги. Грянул дефолт. У него огромные растраты. Он должен банком. Тогда и начались наши проблемы. Я беременная. Мне тяжело. Я его люблю. А человек не появляется. Гулянки, измены, скандалы. Это кошмар. Я очень долго работала с психологами, потому что психика моя была разрушена окончательно. Полностью потеряла себя как личность, как женщина и как певица. Мне не разрешали работать. Ему не нравилось. Он считал, что это неприлично. Я ему говорил, а ты вообще-то в певицу влюбился. Как-то все поменялось. Ну, в общем, как вы видите, что не певица, то какие-то проблемы в личной жизни. Хотя не только у певиц. Мне кажется, у многих такие. Ну, а с другой стороны, мне кажется, когда дамы выходят замуж за очень богатых, влиятельных людей, это предсказуемо. Вот я думаю, что в большинстве случаев это будет предсказуемо. Когда мужик будет позволять себе в какой-то момент себя так вести. Когда он любит, когда он в безума от тебя, да. Он с тебя будет пылинки сдувать, все будет окей. Но как только ему наскучат, а это обязательно произойдет в какой-то момент, он будет ходить себе погуливать. Я еще, кстати, понял, что не все, кстати, могут вот так прямо сказать, мол, милая, давай все расстанемся. Поэтому мне кажется, что многие мужчины начинают просто специально что-то делать, как-то себя так вести. Тем самым доводя женщину до того, чтобы она просто психанула и сама от него ушла. Согласны вы со мной или нет, друзья? Комментируйте. Яромонах Фоти назвал Аллу Пугачеву и Максима Галкина иудами. Фоти осудил поведение звезд шоу-бизнеса, назвав их двуличными людьми. И вот что он говорит. Галкин с Пугачевой откровенно вильнули хвостом. Не ожидал от многих из этого списка, которых называли пятой колонной. Они хотели и нашим, и вашим. Это все двуличность. Надо определиться уже. Они показали свое истинное лицо. Они бомба замедленного действия. И вот их бомбануло. Ну, как вы видите, бомбануло, по-моему, всех. Даже служителей бога, которые никак не могут оставить в покое Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Компания Дисней хочет вернуть Джонни Деппа на роль капитана Джека Воробья. Об этом официально заявил бывший продюсер компании в интервью издания People. К такому решению компания подтолкнула недавно завершившийся суд между Джонни и его бывшей супругой Эмбер. Правда, стоит отметить, что сам Джонни не хочет возвращаться к этой роли даже за 300 миллионов долларов. Ну, теперь, может быть, миллиард предложат. Как вам, понимаете, культура отмены. Сначала они его смешали, сами понимаете, с чем уничтожили полностью его карьеру. А теперь они его хотят обратно. Я просто падаю. Ну, а, кстати, мужчина из Саудовской Аравии предложил Эмбер Хёрд выйти за него замуж. Поэтому, мне кажется, для Эмбер это прекрасное решение. У нее проблемы с ролью. Кстати, из Аквамена решили вообще полностью убрать все сцены с Эмбер Хёрд. Это, конечно, вообще... А решили окончательно ее уж, так знаете, добить и уничтожить. Хотя сама в этом виновата. Поэтому, мне кажется, для Эмберы классная возможность в Саудовской Аравии мужчины богатые, может быть, сможет покрыть долг и расплатиться с Джонни Деппом. Рената Литвинова платит 7,5 тысяч долларов в год за обучение своей дочери. Ульяна Добровольская учится в Бельгии в Королевской Академии Изящных Искусств. По словам Ксении Собчак, Рената Литвинова платит немалую сумму за ее обучение. Вот что она говорит. Стоимость учебы в этой Академии от 7,5 тысяч долларов в год. И вот на финальном фэшн-показе года девушка показала свою коллекцию. Ну и, кстати, поддержать Ульяну пришли не только Литвинова и Земфира, а и дизайнер Демна Глассалия. А вы знаете, кто такой Демна Глассалия? Думаю, знаете все, конечно. Он сейчас руководит брендом Балансияга. Надеюсь, я правильно произнес. Егор Крит тут неожиданное заявление выкатил. Он признался, что у него алкогольная зависимость, и сейчас он пытается бросить и пагубную привычку. Но мне кажется, он сейчас просто заигрывает и хайпует. Не похож он на человека, который пьет. Он слишком пусси-бой для этого, чтобы пить. Не знаю, мне кажется, очередной хайп, не верю. Оля Полякова вдруг неожиданно раскрыла свой истинный возраст и призналась, почему она так этого стыдилась. Полякова призналась в своем шоу с Машей Фросининой под названием «Взрослые девочки», что всегда скрывала свой возраст от публики и называла другие цифры в прессе. И вот что она рассказала. «Мне казалось это важным. Вот я так выгляжу, никто не дает мне моего возраста. Почему я должна его называть? Я не понимала, почему это со мной происходит. Когда мне было 30 лет, я ничего не достигла. Я была никто. Хотя уже лет 15 работала как проклятая лошадь. Никто не обращал на меня внимания. И в 30 лет у меня был большой день рождения, на котором впервые пришли СМИ и они спросили, сколько вам лет. И мне показалось, что в 30 лет быть начинающей звездой и петь незамысловатые песни как-то стыдно. Поэтому я и сказала, что мне 25. Ну а когда в Википедии появилась настоящая дата рождения и ее нельзя было исправить, я выла, будто кто-то умер. Мне казалось, что это так позорно. Мне было стыдно, что я скрывала. Но вот сейчас в связи с тем, что происходит в Украине, Оля Полякова все-таки решила раскрыть свой истинный возраст. Так что она не моя ровесница. Мы с ней не одного года рождения, а 84-го. Все-таки она родилась в 79-м году. То есть ей не 37, как она нас всех уверяла, а немножечко больше, 42. Ну, давайте ей простим это, потому что многие женщины кокетливо скрывают свой возраст. Ну и 4 июня свой день рождения отметила актриса, красавица и расхитительница гробниц Анжелина Джолим. С чем ее и поздравляем. Кстати, у нее сейчас там появились какие-то разногласия с ее дочкой, которая все время пыталась то поменять пол, то она передумала. В общем, сейчас многие информаторы пишут в СМИ, инсайдеры, как хотите, о том, что у них там жесткие разногласия, потому что Анжелина Джоли ее там держит в ежовых рукавицах, там свой комендантский час, ничего не разрешает. А доченьке это все не нравится. Напомню, ей уже 16 лет. Она собирается поступать в институт и хочет выбрать институт максимально подальше от мамы. На Марайя Керри подали в суд за нарушение авторских прав. Малоизвестный музыкант утверждает, что он написал песню All I Want For Christmas Is You за пару лет до того, как поп-легенда выпустила свой рождественский хит. Он требует от Марайи Керри компенсации в размере 20 миллионов долларов. Песни при этом совершенно разные и объединяет их только разве что названия. В общем, человек решил хайпануть на имени Марайи Керри. Ну пусть попробует. Алла Михеева опровергла слухи о закрытии вечернего Урганта. Недавно члены команды программы встретились в грузинском ресторане в Москве, чтобы отметить прошедшее десятилетие шоу. Алла передала своим зрителям привет от Ивана Урганта и слова о том, что он любит свою аудиторию. И вот что она говорит. Мне иногда пишут в соцсети жители Германии, правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу, это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников, берегите себя и тщательно проверяйте информацию. Ну и кстати, она еще сказала в этом же интервью, что гастроли должны были быть, но это не то, что и неправда, что их не будет, а их просто отменили. Их перенесли, поэтому билеты, естественно, вы можете вернуть обратно. Ну и кстати, она тонко намекнула, что вечерний Ургант все-таки будет. Любовь Успенская может сесть в тюрьму на три года за то, что избила соседскую собачку. Хотя ей предлагали все решить мирным путем. Адвокат Александр Добровинский утверждает, что Любе Успенской говорили, оплати операцию четырехлапому. Он чуть не потерял глаз. Извинись, и все будет ок. Но, как вы знаете, королева Шансонье выбрала другой вариант. Покрутила пальцем у виска, сказала, что все наши буквы Ш, П и Б и подала на них встречный иск. И вот что заявила хозяйка французского бульдога Юлия. Я долго ждала, вдруг человек одумается и придет решать вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону. Ну и Волочкова решила все-таки заступиться за Любаньку в этом всем конфликте. И вот что Настенька сказала. Очень знакомая мне ситуация. Это как стычки в Большом театре. Клубок целующихся змей, но когда разборки начинаются между соседями, то это переходит все границы. Если кто-то там попытался подать из соседей в суд на Любовь Успенскую, это говорит об одном, что до публичного известного человека и выдающейся певицы хотели докопаться. Сделать ей назло, сделать принципиально некрасивое. Это не заслуживает уважения никакого. Успенская останется Успенской на всю жизнь, вместе со своей собачкой. И собачка Успенской не сравнится ни с одной другой породой собак, человека непубличного. Я считаю, что разногласия можно решить, не прибегая к судебным разбирательствам. Вы знаете историю, когда соседи подавали на меня в суд, но быстро отозвали заявление. Я верю, что соседке Успенской хватит благоразумия отозвать иск и не пытаться пиариться на ее имени. Это все какой-то дешевый хайп и очень-очень дурно пахнущий. Вот так вот прокомментировала всю эту ситуацию Анастейша, хмельная любительница Просека. На этом новости из мира шоу-бизнеса все. Но у нас с вами есть еще замечательная, прекрасная рубрика хороших, добрых новостей. Но перед тем, как мы к ней перейдем, не забудьте убедиться, пожалуйста, что вы поставили сердечко, палец вверх, лайк, это все одно и то же. Ну и, конечно, подписывайтесь, комментируйте. Ну а мы теперь переходим к рубрике хороших, добрых новостей. Погнали! А начну я сегодняшний выпуск вот с такого прекрасного видео, на котором вы видите, как мужчина любит животных. Это просто восторг. Собачки на мотоцикле вместе с этим улыбающимся парнем. Это говорит о многом. В семействе этих милых обезьянок родился малыш. Новорожденного в основном носит на спинке отец. Старший брат малютки сначала немного ревновал, но позже успокоился и принял его семью. Теперь они все живут вчетвером дружной обезьяне с семьей. Вот такие вот красавчики пополнения в семье. А это история о настоящей дружбе. И неважно, из какой ты, как говорится, стаи. Большой пес Макс однажды повстречал одинокую овечку Бо и больше с ней не расставался. При этом к другим овцам Макс был совершенно равнодушен. Однажды эта овечка появилась на свет, и несмотря на то, что она была в своей стае и у нее была мать, но она почему-то себя чувствовала одинокой. А Макс ее как-то полюбил, обратил на нее внимание. С тех пор они не разлей вода, и они всегда вместе проводили много времени. Родственники, то ли Макс решил дочерить эту овечку. Но суть в том, что вот такая вот еще одна необычная дружба, даже несмотря на то, что они уже повзрослели. Кто-то оставил коробку с пчелами прямо на дороге. Люди испугались больше не за себя, а за бедных насекомых, которые были в шоке от такого предательства. В итоге звонок с улицы дошел до мэра, а он позвал пасечника на помощь. Так что выдыхайте, пчел спасли и увезли в безопасное место. Слава богу, с ними все в порядке. Сложно поверить, но крыс обучили находить выживших после землетрясения людей. И это идеальное решение. Животные могут проникать в небольшие пространства и идеально подходят для поисково-спасательных работ. Так рассказал ученый-исследователь Дона Ким. Она сама дрессировала лично всех этих грызунов в Танзании. Крысам подключают микрофоны, датчики местоположения и видеооборудование. Их также обучают реагировать на сигнал, который вызывает их обратно из обломков. Вот такие вот помощники теперь. Мужчины-электрики нашли обессиленного олененка. Зверек был совсем беспомощен и бродил в тундре в поиске кого-нибудь. Люди забрали пыжика к себе на базу, накормили его, напоили молоком и поставили на ноги. Сейчас олененок находится в руках зоозащитников, которые позаботятся о нем и будет с ним все в порядке. А это трогательное видео, на котором вы видите, как учительница ушла на пенсию, проработав в школе более 50 лет. В последний рабочий день ее провожали как настоящую звезду. Все ученики школы, учителя выстроились вот в такую длинную колонну и ее, как говорится, провожали бурными овациями, аплодисментами. Это так трогательно. Я представляю, как ей было в этот момент. Нелегко, но очень приятно. Миленький совенок попал в передрягу. Скорее всего, малыш выбрался из гнезда и неудачно приземлился до так, что повредил крылом. Совенку организовали временную передержку и оказали всю необходимую помощь. Вскоре его крыло заживет и он сможет порхать как бабочка и все у него будет в порядке. Заботливая курочка вырастила целый выводок крошечных утят. Их родная мать оказалась менее внимательной к потомству, потому хозяевам фермам пришлось взывать к инстинктам наседки курицы. И у нее все произошло. Мама курица не могла, конечно, их научить плавать, но это уже сделали люди. Но, как видите, мама курица никуда не уходит от своих детенышей утят. И такое бывает. Чужих детей не бывает. Запомните это. Еще одна история нам это подтверждает. Еще одно трогательное видео, на котором вы видите, как собачки впервые увидели малышку, которая вот-вот недавно родилась. Посмотрите на эту реакцию этих лохматых хвостиков. Она просто бесценна. Обожаю такие видео. 83-летний японец переплыл Тихий океан в одиночку и повторил свое достижение. Это же он сделал 60 лет назад. Кенчи Хори тот еще искатель приключений, который совершил множество одиноких плаваний. В 1962 году он стал первым человеком, который в одиночку и без остановки пересек Тихий океан. Хори говорит, что хочет плавать на яхте до 100 лет, а свои подвиги объясняет тем, что у него хорошее здоровье и дай бог ему хорошего здоровья, чтобы он и дальше покорял новую вершину и плавал. Как говорится, если человеку в радость, то почему бы и нет? А мы берем с него пример и равняемся 83 года. Один через Тихий океан. В Киевском парке сделали мурал с патроном, с тем самым патроном, который, помните, много-много бомб разминировал, я об этом рассказывал. Это украинский герой, вот эта вот собачка. Посмотрите, какая красота. Я решил с вами поделиться. На этой позитивной, прекрасной ноте я буду заканчивать сегодняшний выпуск новостей. Я вам всем желаю всего самого наилучшего. Самое главное, остаемся людьми, друзья. Сохраняем себя. Несем в этот мир только самое лучшее. Ну а пообсуждать новости всегда можно. Тут, как говорится, можно. Главное, не переходите никогда на личности. Я вас всех крепко обнял и желаю вам всего самого наилучшего. Мы с вами услышимся уже завтра. Ну а напоследок я вам оставляю небольшие мои ляпы, так сказать, послушайте, как это обычно происходит не с первого дубля, а иногда меня несет. Собственно, слушайте и улыбайтесь. Пока-пока. Всем привет. Ой, я опять микрофон чуть не глотнул. Всем привет. Добро пожаловать снова на мой канал. Я, как всегда, вас всех искренне рад приветствовать. И я это говорю не для а а что? Всем привет. Добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что снова здесь со мной. Вы самые лучшие. Я вас искренне обожаю. Вы это знаете. Говорю это абсолютно от души, не для красного словца, потому что действительно это хочу вам сказать, донести. Надеюсь, вы это цените. Надеюсь, вы это понимаете и верите в мои слова. Сейчас это похоже на какую-то предвыборную кампанию. Всем привет. Добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что снова нашли время. Зашли ко мне. Я вас, как всегда, искренне рад приветствовать. И говорю я это от всего душа. И говорю я... Всем привет. Добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что снова нашли время. Зашли ко мне в гости. Вы знаете, что я всегда, вы знаете, что я всегда этому искренне радуюсь, как маленький ребенок, потому что это такая... Это... Что? Это... Всем привет. Добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что снова нашли время. Зашли ко мне в гости. Я всегда вас искренне рад здесь видеть. Видеть? Точно видеть. Как я могу вас здесь видеть, что я несу? Всем привет. Добро пожаловать... всем привет добро пожаловать снова на мой канал спасибо за то что снова здесь со мной я как всегда вас искренне рад здесь приветствовать что со мной сегодня всем привет добро пожаловать снова на мой канал я как всегда не могу записать приветствие уже с 25 раза в общем друзья вы знаете что я всегда искренне вас я всегда искренне во всем привет добро пожаловать снова на мой канал спасибо за